Всем привет, друзья! Вы на канале ВПроцессе, и сегодня мы с вами вновь окажемся на производстве. Но впервые, скажем так, за всю историю наших роликов, мы окажемся на том производстве, на котором уже с вами были. Но за эти два года и с этим производством, и в стране, да и в мире в целом, произошло огромное количество изменений. И самое главное, к этому видео в комментариях очень много вопросов. И самый главный вопрос это, а что же с ним теперь? Как работает завод теперь? Ребята, сегодня мы на все эти вопросы и на многие другие дадим вам ответ. Поэтому мы вместе с вами сегодня снова попадаем на Грюнвальд. Ситуация следующая. Она сильно отличается с тем, что говорят по телевизору. Кто остался из импорта, кто еще что-то завозит? Все остались. Все работают? Русские, мы себя не любим. Нам все кажется, что все, что мы сделали, это ущербно. Но это не так. У нас есть план Б. Не в дверь, так в окно. Здесь у нас хранится российский прокат. Вот вы видите, в каком состоянии стали, которые мы возим для некоторых поверхностей из Европы. Они иногда в целлофановом пакетике каждый лист приходят. Но мы вынуждены использовать специальную полосу, которую мы из Швеции привозим тоже. Такая марка стали в России не производится. Станок самостоятельно сконструировал. Да, и один, и второй. Ну, тут жизнь заставила, потому что... Потому что, опять же, в России не производят, да? Вы построите завод, который мне даст нормальную сталь. И отвалите от меня с этими пошлинами там. Нам сказали, ребята, для того, чтобы быть российскими, вы должны ставить российские оси. Где их взять? Будут. Надо философию свою продавать. Надо, чтобы глаза горели. Надо верить в это. Алексей! Да? Я чрезвычайно рад вас видеть спустя два года. Я тоже. В таком же бодром настроении, я надеюсь. И, в общем-то, много вопросов есть, да, у нас по итогу того видео. Вопросы, которые задавали люди. Но, конечно, самое главное, в принципе, как вообще сейчас дела обстоят. Да, работаем, настрой боевой. Что изменилось, самое главное? Ну, много изменилось. Все. Все чуть-чуть изменилось. Поэтому, наверное, надо конкретно пробежаться по всем пунктам из прошлого видео, наверное. Потому что сейчас я и смотрю его спустя два года и думаю, ничего себе, как много изменилось в промышленности, в принципе, в России за эти два года. И многие люди, к сожалению, не представляют вообще, что изменилось, как изменилось. Именно из того, что стали в этой стране производить. Да, мы с вами до всех последних событий, назовем их так, этого года, тоже встречались, общались. И вы говорили, что было много позитивных изменений как раз, да, то, что в России появилось. Сталь стала лучше, появились оси. По конструкционной стали полностью вопросы закрыты, были в прошлом году. Причем по конструкционной стали... У нас так получилось, что мы, когда два года назад снимали интервью, я там говорил, что мы четыре штуки в день производили. В прошлом году мы производили уже восемь в день. Из-за того, что мы стали в два раза больше производить, мы вышли на объем из закупа стали, мы смогли покупать плавку. То есть этот чан с борщом, его нужно полностью выкупать, потому что фуры на металлопроизводящие заводы не запускают. Там только железные вагоны. Мы выкупаем сразу партию 1300 тонн. Она оттуда нам выходит. Это качество не отличить. Когда ее привезли на пробу, не смог ее найти. Да, но она лежала. Я думал, что это шведская. Только я в прошлом интервью рассказывал, что пачки в пакетиках приходят. В пакетиках, да. А у нас они приходят в металле в тоненьком. А еще на металлолом можно сдать. Целлофан на металлолом не сдать. Это уже российская? Да, это уже российская. Я уже говорил, что по конструкционным сталям полностью наши потребности перекрыты в России. Мы все в России покупаем. Вопросы будут, скорее всего, по поводу как же Hardex, который раньше шел из Швеции, для кузовов, для автомобилей. Туда в основном Hardex шел. У нас высокопрочку, износостойку. Есть конструкционная сталь, есть износостойки. Износостойки стали у нас делают на магнитке. Единственная проблема следующая. Химию, то есть лябы, делают хорошую. То есть там с остальным все в порядке. Но прокатный стан на магнитке, минимальный размер дает 8 мм. Поэтому у нас есть определенные сложности с толщиной 5 мм, 6 мм. Именно из такого материала. Ну а если мы используем на верхушках С-700, износостойку, что в Германии все используют. То есть как замена Hardex. Вверху, где воздух, не надо. Вам главное дни, чтобы не терлась. Да. Именно не конструкционная, износостойкая. То эта конструкция будет работать. Мы сейчас все это разрабатываем. Вот. И в принципе, я проблем с этим не вижу. Страну построим. Мало того. Мы раньше на кузова брали в основном С-355. Аналог нашего 0,9 Г2С. Это судовая сталь конструкционная. Мы ее привозили из Европы. А Северсталь нам делает С-420. То есть ударная вязкость выше. У нас качество кузовов с прошлого года по истираемости на 30% выше поднялось. Эта сталь у нас участвовала в производстве лонжеронов. Со Швецией мы раньше 420 сталь покупали. То есть краеугольный вопрос был 420 сталь. И ее начали производить именно в прошлом году до этого года. Эти вопросы закрыты. Вот это уже Северсталь. Уже Северсталь. Материал тот же. Но она без... У вас тогда были скошенный край. Мы кромку сейчас делаем тоже. Делаете, да? Есть машина, которая делает кромку. Ну, смотри, за эти два года мы добавили покрасочных камер 30 метров. Это нам дало возможность сразу увеличить количество проходов. Потому что любой завод может произвести столько, сколько может покрасить. У тебя покраска – самое узкое место. Если ты при определенной температуре можешь выдержать так сучки 40 минут, ты должен так вот все от этого и все участки планировать, рассчитывать их. Ну, видите, работа идет. Все крутится, вертится. Мы поставили лазерную резку, опять же, российского производства. Потому что, когда я разговаривал с коллегами, у которых машины уже были, после 2014 года, меня сразу предупредили, что могут быть проблемы с программным обеспечением. Его могут выключить. Сейчас так произошло у некоторых компаний, достаточно крупных. Но опять выход найден. Нет проблем с этим. И мы сейчас имеем машину российского производства. Она у нас уже год отработала. Прекрасно работает. Мощный лазер взяли. Подобную машину я в Пригольском, на следующем заводе, покажу новую. В прошлом видео мы говорили, что новая в России не производится. Производится, причем в Калининграде сделали нам классный станок. Шикарно работает. А что за компания в Калининграде у нас теперь этим занимается? Эсва. Как еще раз? Эсва. Эсва. Да. Они именно сборочные линии такие делают, да? Да, они делают сборочные линии. Они нам сделали робота. Вот первый у нас робот Тимофей. Тимофей? Сварщик? То есть это сварочная рука, сделанная полностью в Калининграде? Рука сама не Калининградская, а все остальное, поворотные столы, машина, на которой она вращается, это все сделано у нас. Поворотный стол, который крутится, то есть здесь собрали узел, там доварил, развернулся, там варит, этот снимает, готовый закладывает следующий. То есть в прошлом видео мы говорили о том, что это спорный вопрос по робототехнике, но мы на маленьком узле, мы сейчас тестируем, считаем, смотрим, потому что у нас есть определенные предположения, как нам дальше масштабироваться, потому что мы все-таки думаем, что мы должны будем еще вырасти. Но у меня идея такая, как сделать так, чтобы это количество в 500 человек сохранить. То есть в прошлом году мы сделали 2300 единиц, как сделать 5000, но примерно с таким же коллективом. И вот здесь на длинных швах мне уже роботы понадобятся. Вот мы поедем в Пригольске на новый наш завод, все покрасочные камеры уже проектированы и установлены там с возможностью установки роботов. В этих мы не можем, а там мы можем. То есть там много условностей, когда робот весом в несколько сот килограмм он должен резко остановиться, не качаться, например. То есть там много таких нюансов, и у вас должен быть направляющих, который через 5 лет активно эта работа не разболтает. Поэтому большие поверхности мы уже знаем, что красить и варить роботом окей. Опять же, если ты имеешь капасити, у тебя много штук тебе надо произвести. Но когда мы в прошлом году делали 8 штук в день, у нас, то есть у нас на Грюнвилде сделка была каждые 50 минут. Каждые 50 минут у тебя смс-ка, деньги, 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 деньги приходят. И ты должен этот маховик раскручивать и спортивный интерес 50 минут превратить в 40, 30, 20. У нас есть немцы в 5 минут. Кто сейчас покупает? У кого все-таки все хорошо? Потому что откуда ни посмотри, каждый день прилетают какие-то новости, что те ушли, эти закрылись. Гражданские стройки встали, никто ничего не строит, техника продается. А по факту вроде бы все и не так. Смотрите, клиент поделился на две половины. Одна кричит, ой, ужас, ужас, я распродаюсь. А вторая говорит, ой, можно нормально купить, и есть контракты, я пошел работать. Понимаешь? И, ну, конечно, каждый в разной ситуации оказался. Может быть, есть и такие активные ребята с потенцией, которые готовы все это делать, развивать, но у них там в городе ничего не происходит. Да, но судя по тому, что сейчас происходит с продажами, наша основная проблема была, мы немножечко присели в марте месяце, значит, Центробанк поднимает ставку до 20%, лейзовые компании сразу поднимают ставки, там удорожание, там процентов, по-моему, 27-25 получалось. То есть не рабочая схема вообще. Технику, которую производят наши предприятия, ну, и импортируют, 99% покупают в лизинг. 99% в лизинг. И лизинг сразу умирает. Государство отрезает сразу продажи. Я понимаю, зачем государство так делает, но почему они параллельно нас не поддерживают? Понимаешь, нету вот этой ситуации. Нам нужно поднять ставку. Сохраняем продажи грузового транспорта, потому что, слушай, в этом секторе тысячи людей работают. У каждого в семье по 3-5 человек. Умножь на 5. Умножь на 3. А еще смежников. Одно предприятие за собой тянет минимум 10. Один рабочий человек в легковом автопроме 10 человек из смежных. Один рабочий. То есть если у тебя 500 человек, 5000 где-то что-то производит, точит тебе там где-то что-то делает. Ну, у нас, наверное, поменьше. Но тоже много. На мой взгляд, если вы управляете, у вас мысли на этот счет должны быть. Что вы должны подстраховать сектораб на момент поднятия ставки, страхуйся вот так вот. А нас собрали и сказали, льготный лизинг для предприятия, которые прошли 719 постановления, прекращается. Понимаешь? И прикрылись это инфляцией. Ну, не всегда на совещаниях с министерством ты можешь при всех открыть рот и сказать то, что ты думаешь. Ну, вот Центробанк эту ставку назад опустил довольно быстро, поэтому сейчас оживление пошло. Ну, то есть март был самым таким сложным периодом, видимо, да? Слушай, Грюнов не пользовался льготным лизингом и так. Ну, вы, кстати, так и не получили статус российского предприятия. Мы так и не получили статус российского производителя. Хотя мы уже все выполнили еще год назад. Но мы находимся в середине пути. Идет такой бумажный перспонг. Ну, опять же, нормальный механизм придумали. А исполнение через торгово-промышленную палату, которая, вроде как, считается предпринимательский орган. Но все происходит очень медленно. Вы сказали про количество человек, да? В 500 человек трудятся на предприятии? На всех. Ну, суммарно, да. А не пришлось прибегнуть к сокращениям каким-то вот в марте, в апреле, когда ситуация была сложнее? А не было такой ситуации, при которой вдруг мы поняли, что надо срочно сокращаться. Во-первых, у меня есть опыт. В 2008-2009 мы сократились. В 2014-м подобную ошибку сделали, сократились. Потом рынок начинает восстанавливаться, а ты не можешь втянуть людей. И ты теряешь больше. Мой совет, да, страшно, но не бздо. Надо продержаться и не сокращаться. Особенно ребятам, которые работают с межниками. Иногда они могут испугаться, сократиться, не спросив себя. Вот есть такие уникальные ребята. Так боятся, а потом мы из-за них не можем разогнаться. Поэтому мы общаемся между собой. Сейчас с этим проще, потому что у людей уже есть иммунитет со всяким. С тряском, да. С ситуацией, тряском, да. Изначально есть такой показатель, статистика регистрации полуприцепов. Я ориентируюсь на него. Экономисты все вам скажут, что транспорт – это кровь страны. И можно легко замерить по регистрации полуприцепов, что с экономикой в вашей стране творится. Потому что круза перевозится именно в этой технике в основном. И нерудные, и палетные, и все остальные. Поэтому у нас, конечно, в стране сильно развита железная дорога, но по тому замеру, сколько регистрируется полуприцепов, если вы от года берете, вы сразу видите, у вас становится больше или меньше. 2007 год был самый-самый высокий по показателям. Где-то, по-моему, было 1027 полуприцепов вставало на учет. После 2007 года таких цифр не было ни разу, после того, когда кризис начался. Рынок упал до 17 тысяч, и потом он доходил до 22-24 примерно. Это цифра года или месяца? Года. В прошлом году в Российской Федерации вставало на учет 32 250 штук. Чтобы вы понимали, в Европе самый крупный рынок из порядка 29-30 стран – это Германия. Германия в прошлом году поставила на учет 32 250 штук. Ничего себе! 260. Примерно мы с ними попали один в один. Как Россия в прошлом году стала крупнейшим рынком Европы? Она разделила первое место, первый раз такое было. Об этом никто не знает, и об этом не пишут, и не говорят. Мы это отслеживаем. Нам интересно, например, если мы занимаем определенный процент техники на рынке России, как мы выглядели бы по европейским меркам. Поэтому, на самом деле, это круто. Мы крутые. Кто может с нами рядом с россиянами встать с этими показателями? Немцы. Здорово? Здорово. А что перевозили? А перевозили там внутри страны. Технику просто так не покупают. Ну, то есть, по итогу 2021 года цифры были очень хорошие. И рынок рос. Да, рынок рос. Сейчас, наверное... Активно начался январь, февраль. Как дела обстоят сейчас, особенно в нынешних условиях с учетом ограничения транзита в Калининградскую область? Ситуация следующая. Она сильно отличается с тем, что говорят по телевизору. У нас есть, когда товары, в которые пацанцы попадают, есть, которые не попадают. Так вот, машины едут сначала из московской стороны в Литву, пробуют проехать. Запчасти, на которые кот попадает, они проезжают. Возможно, с ними будут проблемы позже, там, ну, где-то с 10-го, по-моему, там, следующий барьер. 10-го августа. Там устроена ступенчатая система выбытия товаров из оборота. Но вчера проехал металл, а до этого две машины не проехал. А когда не проехал, она развернулась, стала в конец очереди, приехала и проехала. Другие поехали в Питер, приплыли потом паромом. Ну, чехарда и такое впечатление, что, в принципе, от смены тоже немножко зависит. Ну да, это просто рулетка, да? На какую смену попал, на какого таможенника, видимо, нарвался? У меня принцип такой, мы решаем проблемы по мере их поступления. Может там что-то случиться, не может, нас это мало волнует. Случилось, у нас есть план Б, ничего страшного нет, не в дверь, так в окно. Во всяком случае, паромное сообщение с Питером налажено. Мое личное мнение, оно может не совпадать с официальными источниками. С другим. Я думаю, официальные источники тоже так думают. Но у них много проблем. Значит, ситуация следующая. В Калининграде мы родились и выросли. И мы вот этот транзит воспринимаем как должное. Он всегда у нас был. Ну, был, да. Мы на машинах ездили в Россию. Кто-то на фурах из нас работал и ездил в Россию. Мы прекрасно все эти границы, весь этот квест знаем. С бумажками собери печати на одной, на второй, на третьей. Чтобы зрители понимали, ты сначала из Калининграда въезжаешь на нашу таможню. Получил удовольствие, въехал на Литовскую. Получил удовольствие, въехал на Литовскую на выезде. Получил удовольствие, въехал на Белорусскую. И получил финальное удовольствие на Белорусской таможне. Если у тебя все оказалось в порядке с твоими документами. С товаром, который ты везешь из России в Россию. Ты едешь дальше. Нормально, если вы имеете анклав и море. Иметь паромы. Нормальное паромное сообщение. Тогда будет доступность. Вы область раскачаете в разы. И по туризму, и по грузообороту. Но сейчас новые паромы у нас два года назад были заказаны. Они сейчас встали на линию. Они грузопассажирские. Там железную дорогу они перевозят и автомобили. Но, опять, там кают нет. Для грузовой тематики нормальная тема, хорошая. Они могут ходить на двух видах топлива. На жиженом газе и на жидком топливе. То есть это вопрос экологии. В Калинирад, например, не могут лететь самолеты Ту-154 с такой-то дымностью. Это все давно уже запретили, попросили европейские наши соседи. То есть я так понимаю, что паромы строились уже с тем прицелом, чтобы в море был российский транспорт экологичный. Они новые, современные. Сейчас в общей сложности у нас порядка пяти судов, по-моему, стоит. Из них вот этих новых точно два. Ну, понимаете, в чем дело? У него скорость 16 узлов. В Санкт-Петербург, в Устилугу, он идет 40 часов. Для груза это нормально. Выехал-поехал, дальше у вас очень быстрый идет кругооборот. Но не должно быть очередей. Это должно идти каждый день. Цена должна... Во всех странах это датируется государством. Посмотрите на наших соседей. У литовцев Клапиды идет ежедневно паром грузопассажирский в Кель. Ежедневно. Возможно, субботу-воскресенье там выходной. Вот это надо проверить. Потом они ходят два раза в неделю. У них Фредерице, это Дания, и дальше он идет в Англию. Оттуда можно попасть в Швецию. Но там паромы. Он берет и фуры, и легковые машины. Вы имеете каюты трех классов, включая путешествие с собачкой. И вы имеете там пару ресторанов. Это датируется государством. Не может 700 евро стоить билет из Клапиды в Кель. Не может. Потом он идет порядка 24 узлов. То есть, если такие паромы стояли бы на маршруте Калининград-Питер, он примерно доходил бы за 27 часов. На автомобиле, для того, чтобы путешествовать справа Таллинн, слева Финляндия, вы можете туда проехать. Это будет для вас как путешествие. В принципе, сутки, включая сон, день смотришь в море, и ночь спишь. Это нормально. 40 часов это ненормально. И нормально, когда они ходят как электричка. Но это государственная программа. Это не частный бизнес делает. Об этом надо заботиться. Надо сделать так, чтобы мимо Таллина и мимо Хельсинки проходил паром шикарный, такой, как ни у кого нет, в триколор раскрашенный, чтобы это вызывало гордость и зависть. А это можно сделать. Тем более с нашими возможностями в России кораблестроения. Мы такие вещи строим. Посмотрите, что строят наши верфи. Можно. Можем. Можем. Но... Это надо сделать. Да, это вопрос не месячного решения, скажем так. Да, но... Мы сейчас уже перед фактом. Наше видео с тобой набрало 4 миллиона просмотров за 2 года. За 2 года, да. Вот за эти 2 года посмотрим, что поменяется. Вот тоже, кстати говоря, это же предприятие нам сделало переворотку. Но это не для кузова, да? Это для платформы. Это для рамы. Да, 30% времени на нем мы экономим на сварке. И это тоже калининградская сборка, да? Да, это мы в Калираде сделали, спроектировали. Ребята нам... Ну, мы совместно это делаем. Они воплощают и получают деньги. Я обратил внимание, что на парковке прям много красивых прицепов. Они ждут отгрузки, либо возникли сложности как раз с отправкой. Что с международными контрактами вашими сейчас? Смотри, то, что сейчас ты увидел здесь, это связано отчасти с тем, что некоторые запчасти у нас не в таком такте, как раньше приезжают, и мы еще под это не построились. И, честно говоря, такая ситуация и в Европе тоже. Я как раз перед нашим интервью вчера связывался с коллегами всех, обзванивал, мы общались. Везде одно и то же. Они останавливаются по одной причине, мы по другой причине. Но, в принципе, все работает, все производится, отправляется. Но такого, чтобы что-то где-то нерешаемое было, такого нет. Оси. Самое, один из основных моментов, да, прошлого видео? Это наш основной поставщик. Эти оси сейчас идут из Москвы. Из-под Москвы. Но? Произвоз АБПВ. Это немцы. Немецкое предприятие в Москве. Они не остановились, они продолжили работу. Мы на них переключились с Нового года. Есть вопрос цены. Они дороже, чем из Германии. А из Германии от них вы не можете сейчас возить, я так понимаю. Можете. Мы из Германии везем то, что они не производят в Москве. Потому что с дисковыми тормозами для магистралки в России пока оси не производятся. Мы же с ними постоянно на связи. Есть план Б, есть план С. Они нас не остановят точно. Это самое главное. Главное, подороже получается. То есть для того, чтобы их поддержать, у нас в любом лизинге обязательно должен быть. То есть тут надо, чтобы клиент эту технику мог купить, чтобы она для него доступная была. Задекладные деньги, да. Но и чтобы их поддержать, нужно на импортные оси пошлину поднимать. Если они завозят с пошлины некоторые запчасти, которые не все пока не в России делают. Да их и не надо в России все делать. Есть ли смысл сейчас этих пошлин на импортные, если, по сути, кто остался из импорта, кто еще что-то завозит? Все остались. Все работают? Слушайте, Иран как получал, так и получает. Если у вас ось с нагрузкой до 12 тонн, это для коммерческих грузов. Это гуманитарная вещь. Если вы покупаете оси 12 тонн и выше, видимо, вы будете возить танки. Да, 12 тонн и оси нельзя. Но они нам и не нужны. Они сейчас прошли локализацию по баллам, которые нужны на нынешний год. Балка у них варится уже на станке в Москве. А парковку эту делают челябинские. С парковкой в России все нормально. С литьем появляются компании, которые уже качество достаточное делают. Амортизатор российский здесь. У нас групп примерно 15 деталей. И в каждой группе, наверное, где-то по 10 узлов деталей всяких. Но сказать, что из них вывалилось на совсем, скажу вам ничего. Ничего не вывалилось. Есть узлы, которые теперь мы получаем, допустим, из других стран. Но спасибо тому опыту, который Европа прошла с Ираном, с остальными странами. У них эти планы «Б» и планы «С» все хотят работать. Если ты хочешь меня спросить по поводу того, кто совсем отключил средства связи. Есть такие. Шведы. Удивительно. Но именно скандинавы. И компании в Европе со скандинавским участием, вот они выключились прям. Но, понимаешь, например, шведы – это была сталь высокопрочка и конструкционная. Но конструкционную сталь в прошлом году Россия стала производить. Поэтому то, что шведы от нас отвалились, ну, отвалились и отвалились. Ну, а в экономическом плане вы же работали с «Вольво», с «Маном», которые ушли, и причем резко хлопнув дверью, скажем так, эти контракты тоже прекратились? Этот завод у нас остановился, но мы маленькие запчасти для «Грюнольда» на этом заводе производим, который в нем они находятся. У нас там 100 человек работает, городок небольшой. Мы поняли, что где-то в третьем-четвертом квартале мы заместим большую «семерку», которая ушла корейскими и китайскими автомобилями. И неожиданно МАЗ проснулся. Мы поставили сейчас первый кузов на МАЗ, мы показали его в Москве на выставке, причем московская выставка СТТ, мы на ней уже последние годы не участвовали, она для нас не имела смысла, она меньше-меньше становилась, потому что, ну, наверное, интернет свое дело сделал. А тут получилось так, что, помня, что эта выставка будет в июне месяце, мы буквально где-то в мае приняли решение на ней выставиться. И мы поставили сразу кузов на МАЗ, мы выставились, бизнесмены все в тяжелые времена и в непонятные друг другу трутся, обмениваются, чувствуют температуру, успокаиваются, понимая, что, в принципе, ну, такое никто не проходил еще, в принципе, все работает, ничего не останавливается. И на этой выставке у нас как раз-таки пришло четкое понимание, что китайский автопром по тягачам, он заменит всю эту компанию, которая шла. Ты знаешь, там автомобили уровня европейских 17-го года примерно. Берешь компанию, в ней учредитель 20% МАН немецкий. Ты видишь принципы МАН с другим значком 17-го года. Скажи мне, тебе как собственнику, есть разница на 100 миллионов рублей, которые ты берешь в лизинг, и ты должен их отдавать там 3-5 лет, взять по 20 миллионов 5 машин или по 10-12 миллионов 10 машин. Выручку у тебя зато на километр больше будет. С китайских автомобилей, которые тот же миллион пройдут, там уже техника. Там техника, все видят легковые машины китайские, все видели шанхайскую выставку по электромобилям, там уже Тесли делать нечего. На стендах Тойоты и Хонды пусто было, а с тягачами, ребят, такая же обстановка. И я думаю, что сейчас первая волна покупателей пройдет, которую купит китайские машины. Через год сарафанное радио приведет к тому, что вторая, третья, четвертая волна. Конечно, после плохого приходит хорошее. Но у меня вопрос, как назад будут заходить европейцы? Ну, как, диванная мафия, конечно, может сейчас наш разговор не поддержать. Но если вы доверяете мнению специалистов, которые в этой области крутятся, прислушайтесь. Я вам говорил про немецкие оси, как раз про дисковый тормоз. Мы сейчас еще привезли пробную партию с Китая, дисковых тормозов тоже, и с Турции. Значит, ситуация такая, мы хотим запустить параллельный бренд Low Cost. Он будет называться Неман. Свой. Наш, да. То есть ситуация такая же, как Toyota Lexus и Volkswagen Skoda. Ну да, да, да. И наши клиенты смогут теперь покупать технику, которая стоит примерно полмиллиона дешевле. Мы в этом сегменте будем тоже присутствовать. Техника будет называться Неман, только оси будут у нее турецкие и китайские. А Грюнвальд остается всегда на комплектующих БПВ, САВ. Мы в Грюнвальде, мы играться не будем. Я про резину хотел спросить. Я вот буквально ехал сейчас к вам сюда на съемку. Вы, кстати, должны сказать, наверное, что мы все, что сейчас рассказываем, это ситуация на сегодняшний день, на 28 июня. Ситуация может измениться к тому моменту, пока ролик выйдет. Мы постараемся его быстро смонтировать. Через месяц можно новое снимать. Да, так вот, пришла новость, что Мишлен уходит из России. Но вы, я смотрю, не на Мишлене работаете, да? У вас что там? Смотрите, на магистральную технику у нас Россия уже давно, российские. Они, там, техника работает без перегруза, с ними порядок. По поводу Мишлене, мы его использовали, пятитонную модель. Мы были крупнейшими покупателями. Она на перегрузах, на самосвалах нормально работает. Ее заменитель есть в Китае. Китайский пятитонный, пятитонная шина нормально работает. Тем более, Китай весь построен с перегрузом. Весь. Весь построен с перегрузом. Потому что здесь проблем не будет. Любые проблемы по автопрому решаемы в течение 6 месяцев, если вы хотите запустить производство какого-то компонента. 6-8 месяцев примерно. В плане замещения? В плане открытия собственного производства. А какие-то электронные блоки, вот, например, АБС, все, да, закончился в России. Лады нет с АБСом. Слушай. Их, я так понимаю, теоретически, наверное, можно заместить, но пока... Мы хотим сделать свой АБС. У нас есть специалист наш по IT, очень толковый парень. Он зашел ко мне и сказал, Алексей Леонидович, слушайте, эту штуку можно сделать. Я ее разобрал. Эту штуку можно сделать. Но там есть нюансы, которые мы, ну, не понимая у них. Я связался с университетом с нашим. Приехали наши специалисты. У нас есть сканеры разные, которые могут посмотреть внутрь, какие каналы в алюминиевой отливке, из чего сделаны и так далее. Буквально через неделю ко мне приехали, сказали, эти чертежи мы сделаем. Вот эти предприятия могут под высоким давлением отлить вам корпус. Вот эти предприятия могут вам напечатать платы, а вот эти предприятия могут вам залить все это на створ и собрать. Как я был удивлен, когда все оказалось в Калининграде. То есть все это можно сделать здесь? Да. Я на этих предприятиях побывал. Что за предприятие? Пранкор у нас имеет машину высокого давления алюминия. Я когда на этом заводе побывал, у меня, честно говоря, файлы не сошлись. Они там такие вещи делают интересные. GS, который собирает у нас все эти электронные приставки. И, соответственно, университет, который может описать техзадания автомобильный факультет. Потому что главное, чтобы техзадание с автомобильного факультета дошло до команды разработчиков. Они разрабатывают продукт, ты получаешь первый вопрос. То есть это так делается, мы просто не знаем, мы к этому не привыкли. Вы так можете сделать пылесос, АБС и тостер. Одинаково. И стиральную машинку тоже. Сделай стиральную машинку из железяки, никаких проблем не составляет. Главное, чтобы эта железяка у вас в стране вообще, железо у вас производилось, чтобы вы от него не зависели. У нас, слава богу, это и есть. А по электронным компонентам занимайтесь. Кто ищет, тот найдет. Занимайтесь, да. Когда ждать коробочку черную, на которой будет написано, сделано в Калининграде? Не, я вот честно скажу, я еще не принял решение. Но пока, я так понимаю, есть возможность все-таки поставлять, да? Да, есть возможность поставлять. Китайские, немецкие, испанские. Почему Лада не может себе их закупить, как вы думаете? Я думаю, они это делают. Но они же анонсировали выход, и, по-моему, уже даже вышла эта Нива новая, без всего. Слушай, я не знаю. Я не могу залезть в голову ребят из Тольятти. Что-то мне подсказывает, что там бы не хотели, чтобы мы в голову залезали. Я смотрю, люди пишут, сами делаем, мы ничего не делаем. Дело в том, что вот я рассказывал про предприятия, которые в Калининграде оказались. А вы представляете, сколько предприятий в других городах? Мы друг про друга не знаем ничего. И как-то выставки не помогают. Ведь они к нам в Москву на выставке тоже не особо. Мы там почувствовали много новых поставщиков, но их намного больше. У меня такое впечатление, что у нас такой ген страха сидит за годы сложные. И это от родителей, и от дедов. И это печально, правда. Мы боимся о себе рассказывать, чтобы нас кто-то не пришел, и что-то там от нас не отжал. И люди в министерстве, они должны думать о том, как эту штуку бороться. Но почему нельзя лично встретиться с первой тройкой, прилететь к каждому и вот так пообщаться? Ведь должен быть у замминистра или у руководителя направления твоего такая команда менеджеров толковых, которые будут к тебе приезжать и халуарно общаться. Мне кажется, срочно надо об этом думать. Потому что количество людей, которые нормальные вещи производят, гигантское просто. А еще надо себя любить. Русские, мы себя не любим. Нам все кажется, что все, что мы сделали, это ущербно. Но это не так. Не так. Уже давно не так. Надо себя полюбить в конце концов. У нас такие технологии прорывные есть. Когда начинаются эти разговоры про нефть и газ, я учился с ребятами, которые занимаются расчетом прогиба металлической нитки, которая идет вот именно в добычу туда, в этот слой. Я говорю, слушай, я понять не могу. Она у вас железная? Он говорит, конечно, железная. Я говорю, а как вы? Вот я вижу буровая, у нее вот так вот расходятся в разные концы, там их 40 штук. Как это происходит? Он говорит, ну ты же можешь иглу от шприца вот так вот согнуть до того момента, пока она у тебя не лопнет. Я говорю, ну а шприца могу? Но это так же работает. Как тебе? Несколько километров под землю. Это не технология? Технология. А теперь вопрос, куда продавать. Когда у тебя большой рынок, куда ты сливаешь этот товар, это все окупается. На этой системе нужно думать о том, что делать, когда у тебя рынок только 32 тысячи. Окей, Германия тоже 32 тысячи. Это центр на Европу. Только там порядка 30 стран вокруг. Немецкий рынок 32. Но рынок Европы примерно 240, больше 200 тысяч единиц. Китайский рынок больше полумиллиона полуприцепов в год. Вот о чем надо думать. Поэтому надо принимать решение. Если мы решили производить все сами, это будет делаться, но это будет дороже. Сделаем. Но вы никуда не уйдете. Опять к вопросу, будем мы с собой тормозу систему делать или нет? Почему я подвис? АБС. Рынок сколько? Ну что с этим делать? Там же вложения немаленькие. Это период весь по расчетам до создания первого продукта 10 месяцев. И мы в него должны вложить там несколько десятков миллионов рублей. А потом, чтобы спать спокойно, должен выстроить еще полгода, год работы в эстерновальных условиях. И это еще время, деньги. Ну, то есть, это можно сделать. Но надо, чтобы государство четко помогало. У государства очень много программ помощи. Но как ни посмотришь, мимо, трудно, сложно. Маленькие предприятия не могут себе позволить такой штат сотрудников, которые в этом во всем будут разбираться. Ну, вот чем надо. Мне кажется, велосипед не надо изобретать. Может быть, тот, кто знает китайский язык, слетает куда надо и все спросит. На самом деле, мне кажется, основная проблема в том, что, да, много классных программ и много классных идей. И я сам пользовался многими этими программами. Но зачастую вся эта программа потом, когда доходит до мест, упирается в конкретного человека, в какого-то исполнителя, в какого-то чиновника где-то на месте. И все это превращается в букс вот такой вот. Я думаю, что когда у тебя есть имя, то тебе, конечно, попроще. Сейчас мы заходим в программу иготного аккредитования для импортозамещения. И тогда, да, стройка вошла в Храброво, в технопарке. Мы сейчас будем строить цех. Но достаточно прошло комфортно. Это хорошо, это очень позитивно. И условия хорошие. Другое дело, там многие меня спрашивают, а ты уверен, что сейчас надо делать, сейчас тебе не страшно? Слушайте, я думаю так. Если мы сейчас это сделаем, в любом случае после плохого приходит хорошее. Я перед интервью смотрел примерно просадку. Но мы сейчас работаем на уровне 2020 года. Сейчас проходим нижнюю точку и выскочим. Погоду, ну, может быть, будет на 30% меньше. Но это абсолютно... То есть ситуация там, жаловаться и мы... Ну, я не скажу, что сейчас. Мы приехали на другой завод. Здесь все начиналось. Он же у вас сгорел почти полностью, да? В 2017 году. Мы это прошли. Здорово. Мне очень нравится, как получилось. Прямо взял бы и отнял бы. Основная наша идея, чтобы один завод был сконцентрирован на одном продукте. Мы сюда проинвестировали порядка где-то полмиллиарда получится. Бабки-то откуда? Откуда бабки? Каждый день я должен был в туалете под умывальник 100 долларов положить. У меня была такая цель. На том месте, где была Вольво, теперь есть Део. Мы сейчас рисуем кузов на него, производим единственный в России памятник кузову. Это самый первый наш кузов. Мы в третью локацию приехали. Мы зарегистрировали сейчас бренд Grunewald Spa. Мы, наверное, следующее интервью должны снять лежа в грязи. Очень хочется вдохнуть новую жизнь и кое-что восстановить, утраченное за предшествующий период. Мы сделали уже три проекта. Во сколько оценен проект? Я думаю, что миллиарда полтора. Не жалко. Потратили? Ну, не жалко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!